Здравствуйте, меня зовут Андрей Цветков, вы смотрите «Голос Америки» из Вашингтона. Это брифинг, в котором наши зрители принимают активное участие посредством комментариев. Начнем сегодня не с новостей, а с моего вопроса к вам. Журнал Wired выпустил статью с заголовком «The world might actually run out of people» или по-русски «В мире на самом деле могут закончиться люди». Согласно оценкам Организации Объединенных Наций, население нашей планеты будет расти вплоть до 2100 года и в этот момент достигнет 11,2 миллиарда человек. Политолог Даррел Брикер и журналист Джон Иббитсон не согласились. По их прогнозу, население пойдет на уголь уже через 30 лет, а когда этот процесс начнется, то его уже не остановишь. Их книга называется «Empty Planet» – «Пустая планета». Подробнее о том, что, по их мнению, может стать причиной такого развития событий, я расскажу в субботу в моей авторской программе «Хай-Тек». Более того, я поговорю и о работе профессора Юваля Нойхарари, который объясняет, каким образом количество особей вида Homo sapiens, то есть нас с вами, так стремительно увеличилось. Что мне показалось удивительным, так это то, что причина увеличения населения, равно как его уменьшение, может оказаться одной и той же. Итак, вопрос. Как вы считаете, к 2100 году население начнет увеличиваться или уменьшаться? Пишите свои ответы в комментариях. Их мы обсудим на моей программе. А теперь к новостям. В одной из школ Джорджии учитель избил ученика из-за плохого поведения. Видео попало в интернет, ведется расследование. На этом видео старшеклассник Лукас бросил в учителя стул, а тот в ответ валит его на пол и начинает избивать. Подросток получил сотрясение мозга. Учитель имеет право захватить агрессивного ученика и держать его, пока тот не успокоится. Для меня это не выглядит как захват, он просто избивает моего ребенка. Как стало известно позже, причиной конфликта стала неудачная шутка футбольного тренера над спортивной шапочкой Лукаса. Учитель сказал, чтобы мальчик перестал натягивать на голову мамины чулки, но он не знал, что мать Лукаса недавно умерла. Это и спровоцировало такую реакцию. Он плохо спит, плохо ест, жалуется на головные боли. По словам Яканды, Лукас – трудный подросток с психологическими проблемами, и к нему нужен особый подход. Другие родители говорят, швыряние стульями никто не оправдывает, но это не значит, что детей можно избивать. Снег, лед и дождь. На западном побережье США последний месяц зимы начался со штормов и наводнений. Есть жертвы. В Сиэтле полиция в буквальном смысле заставляет водителей свернуть со скользкой дорожки, подталкивает руками. А кто-то просто скользит вниз по дороге, фактически потеряв управление. Школы закрыты, а в аэропорту Сиэтла отменено или отложено более 500 авиарейсов. В горах Сьерра-Невада в Калифорнии завидный урожай снега. Там за двое суток выросли двухметровые сугробы. А в Южную Калифорнию после штормовых выходных пришли наводнения и оползни. В одном из районов мужчина погиб под колесами потерявшего управление автомобиля, когда остановился помочь пострадавшим в другой аварии. Водитель этого строительного экскаватора, к счастью, остался жив, хотя провалился под землю. Его машина рухнула в грунтовый провал. Синоптики предупреждают, впереди могут быть новые природные катаклизмы. В ближайшие сутки дождь и снег не прекратятся. Мама не могла завязать галстук сыну и обратилась за помощью в полицейский участок. Что ей на это ответили? На связи, разговор записывается. Что у вас стряслось? Нет, ничего не стряслось. Я на улице у двери. У вас, случайно, нет офицера, который знал бы, как завязывать галстук? Прошу прощения, офицера, который знал бы что? Как завязывать галстук. Полицейским из округа Аллачо, штат Флорида, такое обращение показалось, мягко говоря, нетипичным. Завязать галстук? Диана Викс из города Гейнсвилл пыталась помочь сыну собраться на свадьбу его крестницы. Я приготовила всю его одежду, погладила штаны и все остальное. Оставался только его галстук. Я сказала, батюшки, как мне завязать этот галстук? Никого не оказалось рядом, чтобы помочь, и Диана поехала в ближайший офис шерифа. Я сказала себе, вот домофон, и позвонила. На другом конце сотрудница стала спрашивать коллег, умеет ли кто завязывать галстук. Я чуть-чуть приподнялась на месте и сказала, я могу завязывать галстук. Ханна Мерш, решившая предложить помощь, недавно закончила обучение на оператора экстренной связи. Я сказала, ты можешь завязать этот галстук? Она сказала, что может. Взяла галстук, повесила себе на шею и завязала. Я сказала, батюшки, вы все сделали мой день еще лучше. А она наш. Мы еще весь день обсуждали это с коллегами. Мы были очень рады, что все еще есть такие люди, как она. Небольшой добрый поступок, который свершить не так сложно, возможно, будет для кого-то значить куда больше, чем для вас потраченные усилия. Когда я рассказала об этом ему, он такой, ха-ха-ха, мам, что? Астроворлд был культовым парком аттракционов в Хьюстоне, штат Техас. Он был построен в конце 60-х бывшим мэром Хьюстона Роем Хофхинсом. Целые поколения выросли в этом парке, но в 2005 году компания SX-Flag, владевшая парком в середине 70-х, приняла решение его закрыть. Однако сегодня у всех желающих есть шанс приобрести что-то на память об этом месте. Интерьер этого бара в Хьюстоне превратился в музей, посвященный важной части истории города. Парк аттракционов Астроворлд закрылся около 15 лет назад. С тех пор Мария Беледес хранит артефакты оттуда. Вот этот знак, потерялись родители, один из моих самых любимых. Мария впервые показала журналистам свою коллекцию в прошлом году. Она начала собирать предметы из обреченного на сно Спарка, когда дочь попросила ее взять домой скамейку. Наконец она решила продать коллекцию. Давайте не будем об этом, а то я сейчас начну плакать. В коллекции Марии вывески, статуи героев мультфильма Луни Тюнс и даже части аттракционов. Все это выставлено на продажу. Мария работает с местным аукционистом. Я никогда не видел ничего подобного. Никогда не видел такой большой коллекции вывесок. Это огромная коллекция с уникальными артефактами, потому что парки аттракционов редко проходят через такое. Сделать ставки на предметы из коллекции можно до 23 февраля. В этот день состоится аукцион, и победители смогут забрать свои лоты. На сегодняшний день на продажу выставлено более 300 предметов из Астра Ворлд, но их число может увеличиться. Мария говорит, что собирается выставить на продажу около 500 артефактов. Мне становится грустно. Я хожу по помещению и вижу вот этого парня. А потом вижу еще одного, с которым невозможно расстаться. Мария уже продала несколько вывесок рэперу Трэвису Скотту. Полученные в результате аукциона деньги Мария планирует потратить на парк для трейлеров, которые часто покупают вышедшие на пенсию американцы. Это деньги, в которых я не нуждаюсь, но я потрачу их на хорошее дело. И, конечно, это будет сообщество пенсионеров Астра Ворлд. Друзья навсегда. Тех, кто служил вместе, связывает больше, чем дружба. Даже если один из них – собака. Джо Стинбек служил в Афганистане вместе с Тесс, собакой породы бельгийский Малинуа. Тесс натренировали находить бомбы. Она была напарником Джо во время службы. Они не расставались ни на секунду. На протяжении полутора лет Тесс охраняла Джо и его сослуживцев от бомб. В 2013 году Джо вернулся на родину, и с Тессом пришлось расстаться. Джо пытался забрать Тесс к себе, считая, что это поможет ему справиться с посттравматическим синдромом. Последний раз я ее видел, когда мы приземлились в Америке после возвращения. У меня было всего пять минут попрощаться. И, наконец, в выходные... Вот и она. Спустя почти шесть лет настал долгожданный момент. Они снова вместе. Тесс ушла на пенсию, и они живут вместе в доме Джо в Индиане. Разлуки словно и не было. Такое чувство, как будто прошла целая жизнь, а с другой стороны, как будто мы расстались вчера. Поцелуй меня. Тот факт, что она рядом, я даже описать не могу. Последние две ночи я даже спал лучше. Джо говорит, что его цель — воссоединить всех военных с их четвероногими напарниками. Спасибо, что были с нами на брифинге. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова